Ребята, сегодня вы узнаете ответ на третий заключительный вопрос. Так что смотрите и слушайте это видео очень и очень внимательно. Итак, друзья мои, сегодня дробный перегон медового спирта-сырца. Я работаю опять на индукционной плите, самогонный аппарат Вейн Реформ собран в режиме ректификационной колонны, только с короткой царгой, с узлом отбора по жидкости. 13 800 мл 48% спирта-сырца залито в куб, царга стеклянная забита медной СПНК 4х4. Здесь укрепление 96, спирт нам совершенно не нужен, потому как я хочу сохранить медовую вкусоароматику, поэтому 93, максимум 94 укрепление будет. В данный момент колонна работает на себя. Так, отбирать буду, как я сказал, через узел отбора по жидкости. Вот, приемную емкость поставил под головешки. В данный момент, так, так, давай, 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 тысяча, тысяча у меня на индукционной плите. Вот, все идет по плану, как говорится, сейчас буду отбирать головешки. С этим здесь очень просто, потому как работаю с узлом отбора по жидкости. Ну что ж, настроил головешки, вот такие вот капельки, это вполне себе нормально. Друзья, хочу сказать, что узел отбора по жидкости на Вейнреформ, ну это просто чудо какое-то, вообще обалденная вещь. Мне очень понравился. Внутреннее устройство узла я уже показывал, можете посмотреть на канале. Во-первых, вот этот кран, это комоция. Комоция, качество говорит, само за себя. Здесь он подсоединяется к узлу. Вот здесь, на быстросъеме. Здесь вот, когда охладителю цанговое соединение, регулировка происходит вот этим вот вентилем. Регулировка происходит за какую-то там долю секунды. В самом узле отбора, узел отбора стаканного типа, но там стоит грибок, флегма, стекает на грибок. С грибка стекает стакан, таким образом, паразитного объема там очень и очень мало. Ну и доохладитель. В общем, друзья мои, кто еще не имеет узла отбора по жидкости, а хочет, вот эта вещь, помяните мое слово, обалденная, обалденная. Плохого сказать ничего не могу совершенно, ребята. 700 миллилитров голов отобрано. И пришло время отбирать тело. Добавил я 200, получается 1200. У нас отбор будет идти на 1200. Вот такая вот струйка. Вот так вот. Кубы у нас 82,1. 76,7. Возле отбора. Ну что ж, отбираем потихонечку, не спеша. Я так думаю, примерный отбор где-то 0,8 литра в час. Это то, что нам нужно, больше не надо. Все. Отбираем. Давайте сейчас произведем замер крепости. Так, тоже вот тут набежала соточка. Посмотрим, что у нас показывает. И посмотрим, что у нас показывает. Должно быть так, как я рассчитывал. Так, 94. Видите, да. Ну, я рассчитывал где-то 93, 94. Даже если 92, было бы и то, это было бы хорошо. Так, а теперь давайте возьмем термометр. И померяем, что там у нас. Вообще прохладно идет. Ну, наверное, такой. Комнатной температуры. Вот. Здесь все нормально. 76,7. В кубе. Что-то он 82,3. Ну, такая вот скорость. Такая. Ну, где-то 0,8 литра в час. Я так примерно прикидываю. 21,5. По температуре нормально все. Все, все хорошо. Все замечательно. При вот такой вот сборке. Это просто идеальный вариант. Ну, и то, что я хотел. Все нормально. Работаем дальше. По итогу, риометр показывает 95. Ну, это неверная информация. Потому что... Вот, 26 у нас температура. Нужно делать корректировочку. Все нормально. То, что я и хотел. Ну, вот, получилась трехлитровая баночка. И 2,5 литра вот здесь. В 5-литровой баночке. Прекрасный результат. Так, ну что же. Давайте теперь разбавим до 40. И продегустируем. Ну, вот и пришло время узнать ответ на последний, на третий вопрос. Сам вопрос. Сколько графинов, домашних напитков, было приготовлено на последний новогодний корпоратив? Правильный ответ. 130, друзья мои. Итак, получается, у вас есть все три правильных ответа. Теперь вам их нужно. Все эти три правильных ответа отправить на почту, которая будет указана под видео. Отправляете эти ответы. А победителя я выберу случайным образом на стриме в режиме онлайн из тех людей, которые пришлют на эту почту правильные ответы. Кто еще не в курсе всех условий конкурса, ссылочку на конкурсное видео я оставлю также в описании. Это видео, где я оглашаю все условия конкурса. Все, ребята, дерзайте, дерзайте. Три ответа правильных у вас есть. Теперь, что хочу сказать по перегону по сегодняшнему. Перегон удался. Очень мне понравился, ребята. Честное слово, очень мне понравился. Вот этот узел отбора по жидкости. Вот такая вещь. Обалденно. У кого полторашка, у кого полторашка, обязательно купите вот этот узел отбора. Чума. Обалденно. Перегон был настолько стабилен, что можно было на кухню даже и не заходить. Прекрасно все. Замечательно. И это получается, что на короткой царге. Если мы хотим получить спирт, там 96, ну, поставим две царги, сделаем метр и получим спирт 96 без проблем. Я это еще далее, в следующих видео покажу вам. Так что прекрасно. Узел отбора отработал. Ну, ура. По поводу напитка. Разбавил я до 40. Он у меня постоял, отдохнул. Вот по поводу аромата. Брага же была из медового сиропа. По поводу аромата. Я бы не сказал, что пахнет медом. Ну, в принципе, как пахнет мед, оно и непонятно. В принципе. Пахнет какой-то вот луговой цветочной свежестью такой. Ну, видимо, так и пахнет мед. Какими-то луговыми цветами, луговыми, пылевыми цветами пахнет. Очень приятно. Свежий, свежий такой вот аромат. Не тяжелый. Хотя, в принципе, самогон из меда вообще тяжелый для организма. Нет, отличный, отличный аромат. Меня вполне устраивает. И давайте теперь, ребята, попробуем, как на вкус. Еще хочу вам задать один вопросик такой интересный. Я думаю, что конкурс всем зашел. Будем выбирать победителя. А вы еще, ребята, подумайте, напишите в комментариях, на какой бы товар вы еще хотели, чтобы я устроил конкурс. Что вам нужно? Я постараюсь как-то это совершить. Ладно, ребята, пробуем быть добру. Неожиданно. Очень мягко. Я даже закусать не хочу. Очень мягко. Крепость чувствуется. Ну, 40 это нормально. Крепость чувствуется, но не обжигает, не дерет. Мягенько. В привкусе, послевкусие. В принципе, то же самое, когда на белых хлебушек мед намажешь, скушаешь, и вот потом послевкусие. Вот то же самое. Один в один. Так что отлично можно работать на медовом сиропе. В принципе, я не пожалел, что перегнал его именно вот 93, где-то если пересчитать по калькулятору самогонщика, корректировочку по температуре, то где-то 93, это вот вполне, наверное, 93 с половиной где-то. Вот нормально. Чтобы вот вкусоароматику соблюсти нормально. Так что, ребята, всем советую. Все отлично. Все замечательно. О времени стрима, в котором я буду выбирать победителя, я сообщу заранее. Так что следите, следите за каналом, мои дорогие. Ну, а я вам говорю, до свидания. Вейнреформ рулит. Да-да-да, не забывайте, что при покупке аппарата Вейнреформ указывайте промокод Витальсон, и вам будет скидочка хорошая, друзья мои. Об этом забывать не нужно. Хорошо пошла. Вторую просит вдовоночку. Все, ребята, всем пока, до новых встреч. С вами был Витальсон. Два пальца вверх и быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok